У Рузвельта, Черчилль и Сталина на разгром Германии, условия обращения с Германией после войны, хотя этот вопрос будет решен окончательно уже в Потсдаме, но дискуссии уже пошли и в Ялте об этом. Для американцев было очень важно закрепить наше участие, наше вступление в войну с Японией. Отсюда последовала известная сделка по Дальнему Востоку, когда Советский Союз фактически получил то, что было утеряно в войне с Японией и потом передано в 30-х годах КВЖД, значит, породанной Японии. Это был один из ключевых советских интересов. Ключевой интерес Черчилля, британский, заключался в том, чтобы укрепить позиции Британской империи, сохранить их и после войны, хотя Британия ослабевала. Поэтому для Черчилля особенно вопрос Восточной Европы, Балкан, Средиземноморье, сохранение там позиций Великобритании был, пожалуй, самым главным. Вопросы послевоенного мира Черчилля не очень интересовали. Это в основном было дело Рузвельта, связанное с ООН, прежде всего, конечно, с участием и роли в нем Советского Союза. У Советского Союза были свои задачи, кроме вот этих общих, восстановления прав России на Дальнем Востоке и скорейшего разгрома общими силами Германии. Были свои запросы по Германии, о чем можно подробнее сказать, в том числе по репарациям очень важный был вопрос. И, конечно, важно было сохранить свободу рук в Восточной Европе. Сделать так, чтобы союзники не препятствовали сохранению там преимущественного влияния Советского Союза. Для Сталина весь этот вопрос западного буфера на западной границе Советского Союза был ключевым вопросом безопасности страны. Поэтому вот это были приоритеты Сталина. Как мы видим, в чем-то эти задачи совпадали, в чем-то они расходились, и это потом выйдет наружу уже, конечно, после Ялтинской конференции. Идея конференции созревала уже со второй половины 1944 года, когда было ясно, что война идет к концу, и пора уже договариваться о послевоенном мире и о согласовании военных действий на заключительном этапе войны, в том числе с Японией, конечно. Выбор места и времени был вопросом переговоров, довольно интенсивной переписки Сталина с Черчиллем и Рузвельтом. Почему Ялта, впервые в Черноморской побережье, пока еще не Ялта, возникла в разговоре нашего посла в Вашингтоне Громыка с Гоптинсом, правой рукой Рузвельта в годы войны. И Гоптинс, непонятно, то ли с согласия президента, то ли по своей инициативе, потому что Гоптинс знал, что Сталин далеко не поедет. Поэтому, значит, возникла вот эта идея где-то в районе Черноморского побережья. В Москве, конечно, сразу ухватились за это дело, потому что Сталину далеко ехать тоже не хотелось. И, наоборот, принять их на советской территории, заставить их приехать в Советский Союз было, конечно, уже само по себе дипломатическим достижением. Черчилль не рвался в Ялту. Ему было вообще все равно куда лететь, но сама Ялта ему не нравилась по слухам, потому что разоренный город, только что освобожден Крым. В общем, климат еще плохой в это время в Ялте, сырой. Гоптинс, который посетил незадолго до этого Черчилль, писал на Вашингтон, что Черчилль надеется смягчить свое пребывание в Ялте с помощью виски, который поможет ему в борьбе с насекомыми, вирусами и так далее. Хуже места, писал Черчилль, мы не могли бы найти, чем Ялта. Но все-таки он, в принципе, не возражал. А вот Рузвельт уперся, дал задний ход после этого разговора граммобия Гоптинса, потому что он был слаб в это время. И ехать за 3-9 земель, получалось чуть ли не 10 тысяч миль, надо было преодолевать. Ему очень не хотелось отрываться далеко от страны, от Конгресса. Получилось 2 с лишним недели в итоге. В общем, он попытался переиграть этот вариант через дипломатические каналы и в переписке привести дело хотя бы к Средиземноморью, куда он мог доплыть и дальше уже не перебираться с Средиземного моря в Ялту. Но в Москве, конечно, уперлись за этот вариант, тем более вроде бы ему предложила американская сторона. Сталин, когда Рузвельт совсем категорически отказался, применил свой тегеранский прием. Он предложил послать вместо себя Молотова на встречу. И тогда Молотов поедет куда вам угодно. Ну и такой мягкий шантаж, который, в общем, увенчался успехом, потому что Рузвельт сдался и согласился приехать в Ялту. Ялта была уточнена уже в ходе, когда, в принципе, решение было принято о Черном море. Рассматривался Поти, рассматривался Батуми, но решили остановиться на Ялте. Это, конечно, потребовало большой подготовки. Это одна из причин, почему Сталин не хотел отказываться. Уже были запущены все эти мероприятия. Надо же было восстановить дворцы, где размещались делегации. Надо было наладить снабжение, принять огромное количество. Там прилетело несколько десятков самолетов с американскими командами, обслуживающим персоналом, связисты и все прочее. В общем, это были, сохранились в архивах детали, например, рацион, меню. Надо было все эти продукты завести туда, кроме всего прочего. В общем, это большая подготовка. И все это было сделано, конечно, в Советском Союзе. Задали, как принимать гостей. К неожиданности и Черчилля, и Рузвельта в условиях этой разрухи, еще военной, все-таки были созданы сносные условия. Было тесновато, конечно, потому что площади были ограничены, но, тем не менее, все-таки, разместили Черчилля в Оронцовском дворце, в американскую делегацию в Ливаде, а Сталин в корриде между ними, территориально располагался, немножко ближе все-таки к Ливаде и к американцам, чем к Черчиллю. Так ему удобнее было перемещаться. Но основные, как известно, заседания проходили в Ливадейском дворце. У Черчилля были свои такие сугубо эгоистические планы в 1944 году, и его поездка вызывалась в основном тем, что он хотел, учитывая, что Красная Армия продвигалась уже к Балканам и начинала освобождать Восточную Европу, ему важно было ограничить советское влияние в тех странах, которые были в зоне британского влияния. Это, прежде всего, Греция, Румыния, где тоже сидели и, кстати говоря, и американские разведчики, и британские. Поэтому Черчилль приехал в Москву в основном для того, чтобы договориться со Сталином об этих сферах влияния. Знаменитая сделка, когда Черчилль предложил Сталину, как он сказал, грязный документ, где было просто написано, сколько процентов влияния у СССР и Великобритании будет в каких странах. Потом Черчилль решил взять этот документ обратно, Сталин сказал нет и поставил какую-то галочку, птичку на этом документе. И вот это знаменитое процентное соглашение. Так что, в основном, вот это. Там еще был польский вопрос, Черчилль пытался его продвинуть. Приглашены были поляки туда, на эту встречу в Москву. Ничего особенного не получилось из-за этого. Ну, в общем, это была встреча такая вот эта, значит, со своими интересами, особенно англичан. Эта инициатива исходила от Черчилля. А что касается Мальты, то Черчилль, хотя и очень хотел, чтобы они с Рузвельтом до Ялты согласовали бы свои позиции и выступили бы более-менее единым фронтом в Ялте, Рузвельт всячески уходил от этого. Он считал, что нельзя создавать у Сталина, в общем, советской стороны впечатление англо-американского сговора, накануне особенно, общей тройственной конференции. Поэтому в Мальте серьезных разговоров, значит, закасающихся вот повестки дня Ялтинской конференции практически не было. Рузвельт здесь вел себя очень аккуратно и тактично. Главное различие между ними было связано с тем, что Рузвельт все-таки был оптимистом и таким либеральным оптимистом, который считал, что после войны можно создать новый мировой порядок. Он придавал большое значение Организации Объединенных Наций, считал абсолютно необходимым участие Советского Союза в качестве основателя, одного из основателей и главных членов Организации Объединенных Наций. Он считал, что Советский Союз может эволюционировать в сторону больше либерализации. И что, если он сохранит влияние на Сталина, в том числе и в Ялте, это будет, поможет этому делу, потому что он прекрасно понимал, что Сталин это хозяин СССР. И какая будет программа у Сталина в голове, так, в общем-то, и будет советская политика строиться. В этом отношении Рузвельт, повторяю, был оптимистом. В чем-то он, конечно, видимо, просчитался, особенно в отношении своей возможности перевоспитать Сталина. Но он верил в это будущее сохранение сотрудничества в Большой Тройке и после войны. Черчилль очень скептически относился и к ООН, и к возможности сотрудничать. Для Черчилля было главное сохранить Британскую империю. Наиболее ощутимую потенциальную угрозу Британской империи на его взгляд и на взгляд его военных представлял Советский Союз. Учитывая Средиземноморье, Балканы, Ближний Восток, Иран, где Сталин тоже, так сказать, делал некоторые геополитические заявки и заходы на влияние в Иране после войны. Поэтому британцы очень относились к этому настороженно, и для них Советский Союз был уже потенциальным противником. Для Рузвельта вопрос еще был открытым. Он надеялся на то, что удастся сохранить сотрудничество стран после войны. Отчасти они осуществились. Все-таки организация объединенных наций была создана. Был сохранен принцип единогласия великих держав, на котором очень многое строится до сих пор, постоянных членов. Это была его идея. Четыре великих сначала, потом добавился Китай, пять великих держав, они будут главными в сохранении международной стабильности, и ООН будет решать вопрос о санкциях и так далее. Так что эта часть Рузвельтовского замысла сохранилась, другое дело, что сама ООН стала ареной противоборства. Что касается насколько была неизбежна холодная война, чтобы здесь изменилась Рузвельт, проживи он еще годик-другой, вопрос, над которым до сих пор историки думают. Но мое личное мнение состоит в том, что объективные противоречия между союзниками, в том числе между нами и американцами, они были слишком сильны, чтобы их можно было преодолеть даже с помощью Рузвельта. Другое дело, что форма этой перехода к новым отношениям, более жестким отношениям к соперничеству, к конкуренции, мог быть другим, более мягким, постепенным, может быть, не было таких крайних проявлений враждебности, если бы Рузвельт остался жив. Но это вопрос гипотетический. Что касается этих разногласий, то главное состояло в том, что то, что объединяло коалицию антигитлеровскую в годы войны, а это общая угроза со стороны прежде всего Германии, ну и Японии тоже, этот цемент, этот общий интерес исчез с разгромом Германии, с капитуляцией Японии. Все. Значит, остался вот этот общий, как считал Рузвельт, интерес поддержания послевоенного мира, но здесь уже интересы стран расходились, потому что Рузвельту при всем его либерализме и понимании нужд безопасности Советского Союза, тоже важно было сохранить американское лидерство в мире. Америка все-таки вышла из войны в гораздо более выгодном положении, чем Советский Союз, укрепившим свои позиции политические и военные, с атомной бомбой, с громадной инфраструктурой военной по всему миру. Поэтому Рузвельт, конечно, думал об интересах американского лидерства в мире. Другое дело, что он считал, что Советским Союзом можно будет ладить и в качестве одного из партнеров, но не главного партнера. А противоречия касались того, как распорядиться плодами победы. Победа была общая, но трофеи надо было как-то разделить. И поскольку после войны Великобритания ослабло, осталось два центра сил американский и советский объективно. Уже возникает биполярный мир к концу войны фактически. И одновременно с возникновением этого двухполярного мира биполярного ослабли прежние великие державы. Германия, Япония, разрушенная Великобритания ослабла. Франция тоже фактически перестала быть великой державой. Образовались на этом всем пространстве огромные вакуумы мощи. Из-за них пошла борьба за влияние в этих вакуумах. Это прежде всего Восточная Европа, Ближний Восток, Дальний Восток, где у американцев тоже были свои интересы. Вот это геополитические расхождения были слишком серьезные, чтобы их можно было личным фактором преодолеть. Да, политика США меняется в результате войны. Очень важна была самая война в этом смысле и уроки, которые американская, особенно военная команда, не извлекла из этой войны. Казалось бы, американцы вышли. Кто им угрожает? Они победители. В прекрасном состоянии находится страна, небольшие потери сравнительно людские. И вместе с тем ощущение небезопасности, ощущение угроз. Все же идет от понимания безопасности. За годы войны у американцев это понимание безопасности стало глобальным. Уроки войны для американского военно-политического руководства состояли в том, что нельзя повторять ошибок Первой и Второй мировой войны. Для американцев эта ошибка состояла в том, что они ушли. Они ушли из Европы, они не вступили в Лигу нации, они уклонились от Версальского мира, как известно. И в результате Европа с точки зрения американцев снова вверглась в эту пучину мировой войны и втянула Соединенные Штаты. Поэтому вывод, который американцы сделали для себя уже к концу войны, стоял в том, что нельзя уходить, что теперь интересы Америки имеют глобальный характер. Нужно сохранить военное присутствие, сохранить его в Европе, усилить его на Ближнем Востоке, сохранить его обязательно на Дальнем Востоке, ключевые районы, потому что считалось, что следующая война, она казалась вполне вероятной с точки зрения военной логики, первая, вторая, почему не третья, она должна была исходить опять из стратегически важного массива Евразии. Евразия считалась геополитическим, геостратегическим центром мира. Кто контролирует Евразию, тот контролирует весь мир, как известно. поэтому американцы сделали все, чтобы еще до окончания войны сохранить и даже расширить свое присутствие по периферии этой Евразии. Внутренне забраться было трудно, но надо было создать опорные точки по всему периметру, начиная от Исландии и кончая Японии и Дальним Востоком. И уже тогда планируются базы военные, которые должны быть созданы с точки зрения американских военных, стратегические базы. Все это было как раз по существу по границам Советского Союза. Это делалось в те времена, когда Советский Союз не считался еще врагом, но потенциально он начинал рассматриваться как проблемная страна, потому что сочетался огромные ресурсы человеческие, географическое положение в центре Евразии, продемонстрированную мощь военных в годы войны это же было очень важно, только Советский Союз оказался в состоянии разгромить эту чудовищную немецкую машину военную. И это было очень убедительно для всех. Поэтому сочетание враждебного, чуждого, скажем так, режима политического, идеологического, чуждой идеологии, мощной военной машины, больших людских ресурсов, географического положения, уже с точки зрения логики американских военных, делало Советский Союз потенциальным соперником на будущее. Вот это была логика, она, к сожалению, не возобладала. Глобальное понимание безопасности, нельзя уходить, надо держать порог сухим. И очень важный из этого вывод, что безопасность вообще мира, стабильность международная, она немыслима без американского лидерства. Только оно может обеспечить реальную стабильность всей этой ситуации. Больше некому. Соединенные Штаты. Отсюда все и остальное глобальные стратегии, глобальное присутствие, контролирование этого пространства по возможности. Вот начинается новая глобальная стратегия с войны. Конечно, свое видение безопасности было и у Сталина. У нас просто меньше документов, в которых это отложилось. Но кое-какие есть наметки. Можно более-менее уверенно говорить о том, как Сталин и его окружение видели послевоенный мир и необходимые условия собственной безопасности. Главным было то, что опять-таки уроки войны и межвоенного периода, когда прежде всего самый уязвимый фланг был западный. И первая война началась там, и особенно вторая, когда это был коридор уже агрессии. Ну и исторически тоже это был коридор агрессии со стороны запада, начиная со смутного времени, даже раньше. Поэтому вот обезопасить нужно прежде всего границы. Сталин тоже думал о безопасности. Он думал не столько о расширении об экспорте революции, расширении советского влияния за пределами этого пояса, окружавшего Советский Союз. Если посмотреть, он в общем-то мыслил категориями восстановления царской империи географически. Ну там чуть-чуть плюс-минус, конечно, без Финляндии, как получилось, мы знаем, и при вращении западной Украины, которая тоже раньше была частью Австро-Венгрии, в Российскую империю не входила. Но в целом это было восстановление этой империи, которые казались Сталину естественными границами Советского Союза, но естественно под другими знаменами. Красная империя, Советская. на Ближнем Востоке южный фланг считался самым уязвимым, потому что Советский Союз граничил с Ираном, значит, там, где были довольно сложные отношения, были две сферы влияния, наша и британская, старая песня, старая игра, на которой продолжалась годы Второй мировой войны, а там было Баку, стратегические нефтяные месторождения, центр нефтепереработки, Сталин должен был этот фланг каким-то образом защитить. Ну и Дальний Восток, мы уже говорили, это восстановление прав и приверегий, которые имела царская Россия, тоже геополитика. Значит, военные базы в Порт-Арторе, наши права преимущественные на КВЖД, железные дороги ведущие, Порт Дальний, все это были завоевания царской России, которые надо было восстановить, чтобы сохранять свое присутствие в теплых морях, так сказать, Восточной Азии. Вот, конечно, другое дело, что вот это вот, особенно, конечно, большой проблемой были западные границы. Каким путем обеспечить безопасность западной границы? Запад соглашался на то, что это должно быть дружественное Советскому Союзу государство. Это был наш мозг. Мы не можем терпеть, естественно, враждебное присутствие на своих границах. С этим западники, в общем-то, соглашались. Вопрос в том, что под этим подразумевалось. Будет Советский Союз навязывать свою систему? Были варианты включения даже этих стран в Советский Союз. На Западе обсуждались такие возможности. Ну и вообще, какая будет эта сфера влияния? Будет она открыта для западного влияния? Эти пропаганды, капиталов, товаров, идей? Это один вариант. Будет ли она закрытой? Будет ли это советизация всей этой буферной зоны Восточной Европы? Как оно и получилось в итоге? Такой вариант для Запада и для Рузвельта в том числе был неприемлем. Потому что по многим причинам и геополитически, потому что Советский Союз как бы расширял свои пределы и захватывал вот эту часть Восточной, даже Центральной Европы, считая, Восточную Германию. И по внутриполитическим соображениям. В США было много выходцев из Восточной Европы, с Польшей, особенно из Прибалтики. Это уже в годы войны вызывало большую критику Рузвельта внутри страны, стало для него проблемой. Поэтому закрытые сферы влияния и советизация Восточной Европы даже для Рузвельта, для Соединенных Штатов была тоже неприемлема. Но другое дело, что сама Холодная война, когда она началась, она подтолкнула эту советизацию. Здесь что было причиной, а что следствие. И в условиях, конечно, начавшейся Холодной войны Сталина было важно этот тыл укрепить, создать там режимы советского типа, чтобы уже не было никаких, так сказать, сомнений в лояльности этих стран, что они и дальше будут играть эту роль защитного пояса. Известно, что манхэттенский проект создания атомного оружия шел в Соединенных Штатов практически все годы войны. К концу войны уже наметилось его выход на завершающей стадии. Как раз в августе 1944 года Рузвельт встречается с Черчиллем в Гайдпарке в его имении. Рузвельт они подписывают секретный меморанд о вот этом оружии. Но там даже не называлось атомное оружие, секретное, закодированное название. И суть этого меморандума была в том, что сотрудничество будет продолжаться англо-американское, там еще и канадское было поначалу участие. Оно будет секретным, Советский Союз ничего не должен об этом знать. И более того, тех ученых нейтральных, то есть нейтральных стран, которые могли что-то об этом знать, типа Нильса Бора, великого датского физика, надо было за ними присматривать, чтобы не было утечки информации. А в Ялте Рузвельт стал как-то задумываться над тем, а что будет, когда вот скоро испытание, наверное, уже не скроешь, и все то, что мы держали это, так сказать, в секрете от Советского, от главного союзника в годы войны, может нам выйти боком. видимо, появились сомнения в правильности замалчивания вот этого проекта. И судя по свидетельствам Черчилля, в Ялте в кулуарных разговорах тет-а-тет с Черчиллем, он пытался, он порывался рассказать об этом Сталину. Черчилль, по его словам, его от этого категорически отговорил. И это осталось то, что не было в Ялте сказано, что могло бы быть сказано и что не сказано. Учитывая, что эти разговоры союзников шушуканье могли быть перехвачены советской стороной техническими средствами или какими-то еще, можно только гадать, а что же Сталин думал, зная, что они замышляют такое, ну и разведка, конечно, работала, знали об этом проекте очень много. Вот, потом Сталин скажет Громыка, почему Рузвельт мне в Ялте не сказал об атомной блоке? Ведь мы же союзники. А в тосте по заключению конференции он тоже намекнул на нечто подобное, сказав, что наш союз крепок, потому что мы ничего не скрываем друг от друга. Правда? Обращаясь к Рузвельту и Черчиллю. Что бы изменилось, если бы Рузвельт об этом сказал, можно только гадать. Англичане больше давали поводов, конечно, для нашей критики, ну и репутации Черчилля, как старого антисоветчика, врага Советского Союза, она была бесспорной для Сталина. Он понимал, что в годы войны Черчилль, ну так сказать, смирился, наступил на горло своей песне антисоветской, потому что ясно было, что без СССР не выиграть эту войну, пускай лучше Красная Армия убивает их, чем будут гибнуть значит британцы. Но он понимал, Сталин понимал, что Черчилль, как только этот общий интерес исчезнет, он вернется к своей прежней политике. Тем более, что трения, повторяю, уже были в этих странах на Балканах. Планы Черчилля были хорошо известны. Разведка хорошо работала в нашей Великобритании. На самом высоком уровне документы доходили. Мы знали примерно о чем пишут. Какая-то дипломатическая переписка идет через посольство Великобритании в Лондоне прежде всего. Поэтому планы Черчилля и его недоверие и враждебность скрытая Советскому Союзу для Сталина были хорошо известны. И напомню, что в мае 45-го года только что капитулировала Германия, Черчилль просит свое военное командование разработать план войны с Советским Союзом. Сейчас известно, что этот план стал известен Сталину. Причем в этой войне должны были участвовать и американцы, и, что еще более интересно, поляки и немцы, часть вермахта, который неслучайно англичане не разоружали, сохраняли германское оружие впрок. Ну, как мог Сталин реагировать на такие сведения? Конечно, это очень серьезный сигнал. Со стороны американцев меньше было. Американцы больше мыслили категориями победы в войне. То есть, у них было военное в основном мышление в годы войны. Разбить врага с меньшей для себя кровью. Это было главное. Поэтому они, кстати говоря, в Берлин не полезли, хотя, в общем-то, Черчилль к этому подталкивал Визенхаура и Рузвельта, чтобы войти в Берлин, не дать русским быть одними триумфаторами. Войти в Прагу раньше русских тоже предлагал Черчилль. Не уходить из зоны, в которую американцы англичане продвинулись. в Германии союзники продвинулись дальше. Зоны уже были распределены и границы. Но в ходе боевых действий англичане и американцы вышли за пределы своих зон в Германии и вошли в советские зоны. И вот Черчилль предлагал не уходить, использовать присутствие там союзных войск как рычага давления на Советский Союз. Даже Трумэн, который к тому времени стал президентом, отказался это сделать, потому что зоны были уже очерчены. Если бы американцы задержались в этих зонах лишнего, то и Советский Союз мог то же самое сделать в Австрии, где мы тоже вошли немножко в западные зоны. Но и потом был договор, уже была договоренность Тройстена и нарушать ее американцам просто так не хотелось. Поэтому американские действия были менее враждебными. Другое дело, что объективно эти долгосрочные тенденции, о которых мы говорили, новый взгляд на глобальную безопасность сделало американцев потенциально главным нашим противником. Но это было в основном все-таки на будущее. Если мы посмотрим переговоры даже в Ялте и разговоры Сталина с американскими дипломатами, он как раз к Оптинс приезжает в мае-июне 45-го года в последний его визит и Сталин ему говорит не уходите из Европы. США должны остаться, США действительно сейчас глобальные интересы. Он хотел использовать американцев как более нейтральную силу в конкуренции с англичанами. Такое впечатление создается. Британская империя уже по швам расползалась, особенно Индия, и Рузвельт не скрывал, что он был противником Британской империи. Это было у них общие со Сталином. Сталин тоже считал, что Британская империя это архаизм, это пережиток прошлого. Для Черчилля это было невозможно. Он же сказал, что он не собирается председательствовать при распаде Британской империи. Он был настоящий старый британский империалист. Сталин, конечно, был главным дипломатом, главным переговорщиком в Ялте, как, впрочем, в Тегеране тоже. Причем он вел эти переговоры мастерски, как все отмечали. У него никаких бумажек никогда не было. Но он был всегда в курсе всех вопросов, хорошо, очень подготовлен, гораздо лучше, чем его, так сказать, партнеры. Молотов тоже играл заметную роль. Молотов оставались, когда совершались какие-то принципиальные вопросы. Ну, скажем, вопрос о Восточной Европе, когда союзники предложили принять декларацию об освобожденной Европе, которая гарантировала свободные выборы демократические под международным контролем в Восточной Европе, то Сталин, значит, Молотов сначала наотрез отказывался участвовать даже в обсуждении этого проекта для нас неприемлем. Сталин сказал нет, почему нет, все равно мы будем исполнять по-своему и решить все соотношение сил на местах. И вот тогда Молотов сделал все, чтобы выхолостить эту декларацию, оставить их чисто на бумаге, потому что союзники предлагали создать международный контрольный механизм за этими выборами, что было, конечно, неприемлемо до советской стороны. И Молотов в ходе переговоров был очень вязкий, упорный, педантичный переговорщик, он дожал союзников, добился, чтобы этот механизм не был создан. И эти выборы проходили не по западным лекалам впоследствии. Так что у них было разделение труда, Молотов был главным советником Сталина, по каким-то даже вопросам они расходились иногда тактическим, но Сталин был главным, конечно, если посмотрите, Молотов редко вступает в разговор большой тройки. Другое дело, что там были совещания министров одновременно, совещания военных параллельно шли, это же целый процесс в Яллте, поэтому там Молотов играл более заметную роль. А что касается Сталина, что еще отмечали, какие его достоинства, причем незаинтересованные собеседники. Вот англичане, Иден, опытнейший дипломат, как известно, вот он говорил в дневнике записок, я читаю просто, из всех троих только Сталин ясно понимает, чем он хочет, и к тому же является жестким переговорщиком. Премьер-министр это сплошные эмоции, Рузвельт, расплывчатость и ревность к другим. А потом в мемуарах Иден напишет, после 30 лет опыта различных международных конференций могу сказать, что если бы я мог выбирать соратника переговором, моим первым выбором был бы Сталин. Он был, конечно, хорошим очень психологом, он хорошо понимал, он хорошо знал своих контрагентов, вот, умел манипулировать ими, использовать разногласия между ними, вот, он был очень собранный, ни одного лишнего слова, что это он нравился, ни одного лишнего слова, ну, почитайте даже сценограмму, Рузвельт растекается по древу, Черчилль тоже заносит, бывает красноречий, конечно, блеск там определенный, но по сути это идет сплошной такой, значит, извините, треп, вот, и даже начальник генерального штаба Великобритании, Брук, ненавистник Советского Союза, в общем-то, говорил, что у Сталина единственного из большой тройки у него военный склад ума, он мыслит, как военный человек, вот это тоже, конечно, большое качество во всех этих, во всех этих переговорах, в то же время он был очень цепким, он мог в мелочах, в тактике пойти на уступки, где-то искусно уступить, но в принципиальных вопросах он держался очень прочно, и, в общем, это тоже уважали, потому что, повторяю, был на голову, на голову выше его, вот еще один Кадаган, заместитель Идена, может пригодиться, пишет, должен признать в дневнике, что из всех троих дядя Джо Сталин был явно самым впечатляющим, он вел себя очень спокойно и сдержанно, в начале первого дня он почти час сидел молча, дожидаясь своей очереди, президент махал крыльями, премьер сотрясал воздух, а Джо наблюдал за всем этим с добродушным юмором, когда же он заговорил, то это было сугубо по существу и без единого лишнего слова, вот так он еще очень важно об атмосфере Ялты сказать и настроении Сталина, вот даже видно по фотографии, он прекрасно расположение духа, он улыбается, он приветлив, он спокоен, он расслаблен, он добродушен, как пишут очевидцы, и все это на фоне наших огромных побед и приближающего с конца войны, союзники опасались, что это может ударить ему в голову, что он приедет таким триумфатором, который начнет грубо, жестко диктовать свои условия, вот этого не произошло, Сталин понимал, что умнее вести себя хорошим хозяином, уступчивым, разумным, сдержанным, и вот это тоже произвело большое впечатление, вот он не вел таких жестких переговоров, не прибегал к какому-то диктату, он был очень искусным в этом смысле, ну, природа, видимо, дипломатом. Ну, это старое обвинение в адрес Рузвельта о том, что он здесь дал слабину, и Черчилль вроде как сопротивлялся, но главное, он-то был Рузвельт, конечно, контрагентом Сталина, и что он якобы вот продал, так сказать, интересы прежде всего Восточной Европы, сдал Сталину порядке умиротворения. Ну, это, в общем, очень уязвимая позиция, и об этом писалось уже и свидетелями, Гарриманом, Болиным, который там был переводчик и советник Рузвельта по советским делам, его госсекретарь Стетиниус тогда, который напишет в своих мемуарах, Рузвельт в Ялте не отдал ничего, что еще бы смог удержать. Что могли удержать американцы, когда Красная Армия уже подходила, стояла на Висле и подходила к Одеру? Восточная Европа была уже де-факто в зоне влияния Советского Союза, Польша была уже освобождена. Что могли американцы сделать? Они могли только попытаться смягчить вот характер советского доминирования в этом регионе. Ну, вот они приняли эту декларацию об освобожденной Европе, потом будут спорить о признании польского правительства, правительства Румынии, Болгарии, пытаясь усилить там, увеличить там количество прозападных политиков, то есть они еще будут бороться как бы, но все равно по большому счету они мало что могли сделать. Даже на Дальнем Востоке, во-первых, претензии Советского Союза были обоснованы с точки зрения геополитики, это признавали американские военные, это признавала Рузвельт, хотя там споры еще были, и кое в чем Сталин уступил вот этим, значит, американским требованиям, порт дальний был объявлен вольным, хотя с советским, то есть начальником порта, но он был объявлен открытым, права, которые хотели мы полностью взять по КВЖД, были разделены с китайцами, с китайской стороной, с Гоменданом в то время, но, правда, преимущественные права Советского Союза, но совместно с китайцами, так что какие-то уступки Сталин сделал. Единственное, как отмечали участники американской конференции, можно бы, американцы могли бы по Курилам что-то, если бы они лучше подготовились, потому что все-таки вопрос о собственной принадлежности, особенно южной гряды, Курильских островов, был спорным. Американцы просто прохлопали, как говорил, боли на это дело, они не знали предыстории, и когда в Ялоте уже сказано в этом секретном протоколе Курилы, без уточнения, значит, это дало возможность потом нам претендовать на всю эту, значит, гряду Курильских островов. Вот там еще американцы, как считали, есть такие документы американских военных, они могли бы занять Курилы до Красной Армии, часть, по крайней мере, Курильских островов, и тем самым помешать, так сказать, извините, их оккупации, значит, их захвату Советской Армии. Вот это единственное, что американцы могли бы как-то отыграть, не дать Советскому Союзу. Но это были относительные мелочи. Вот в остальном эти требования были вполне умеренными с точки зрения Соединенных Штатов. Так что и второе, американские военные, даже если хватили сопротивляться, они бы ничего практически сделать не могли. Поэтому Ульцвель, повторяю, на свою слабость физическую тогда, он был в достаточной форме, чтобы все-таки эти переговоры вести ответственно и осознанно. Повторяю, ничего такого, что можно было бы еще не отдать, он не отдал в Ялте. Так что это и обвинение. Просто сама логика событий делала это неизбежным. По существу союзники, да, они в какой-то степени пожертвовали интересами малых стран Восточной Европы, интересами в том числе и Польши, потому что они не могли ничего уже изменить, а главное это было все следствием стратегических решений более раннего времени. Если бы они освободили Центральную и Восточную Европу, был бы другой разговор, но они не хотели открывать фронт второй раньше, они предоставили возможность советской армии освободить Центральную и Восточную Европу. И в этом смысле все остальное уже из этого следовало, уже поменять этот неоспоримый факт и лишить Советский Союз и присутствия и влияния в этих странах было уже невозможно. Ну а к тому же для Соединенных Штатов тогда Восточная Европа не имела большого стратегического значения. Для Черчилля это было важнее, но Черчилль был уже бессилен что-то сделать. Нет, конечно, надо здесь смотреть не с позиции сегодняшнего дня каких-то пристрастий, а реконструировать события, как они развивались и как участники события видели для себя всю эту ситуацию. И никогда ни Рузвельт, ни Черчилль, конечно, знак равенства между Гитлером и Сталином не ставили. Сталин был союзником в войне против Гитлера. Какое здесь может быть равенство? Другое дело, что они понимали, что идеологически, политически, это тоже режим авторитарный, тоталитарный, в этом смысле он несколько похож. И это увеличило потенциальную советскую угрозу для Запада, потому что такой режим, чуждый по идеологии, авторитарный, тоталитарный, который мог бы использовать огромный ресурс Советского Союза, его новых союзников против Запада, потому что был свободен использовать эти ресурсы. Не было общественного мнения, какого-то, значит, парламента, который бы сдерживал. Все решалось наверху. И вот это централизация власти, конечно, американцам, англичанам тоже их очень насторажило. Но были надежды, и Советский Союз менялся, и в годы войны уже это происходило, примирение с церквью, роспуском Минтерна, восстановление традиций исторических в России, исторического прошлого, которое отвергалось раньше большевиками. Все это давало надежду на то, что Советский Союз постепенно будет становиться таким национальным, не центром мировой революции, а национальным, более-менее нормальным, рационально ведущим себя государством. Вот Рузельт особенно в это верил, в эту перспективу. Черчилль в меньшей степени. Вот. Но, как мы знаем, события пошли в несколько другом направлении. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова